Вся эта работа начинается в мастерских знаменитой компании, расположенной в Квинси в Нью-Йорке. На предприятии, производящие рояли Стэнвэй, дерево поступает в таком виде. Существует пять разных пород. Это клен, из которого изготавливается деревянная рама рояля. Древесина должна быть прочной и гибкой, чтобы получилась рама для концертного рояля в виде подковы. Такие твердые породы, как клен, обладают достаточной прочностью, но они плохо гнутся. Поэтому на фабрике Стэнвэй готовят большое количество очень тонких досок и скрепляют их. Насколько важно, Крис, чтобы все эти 7-метровые куски кленовой древесины хорошо склеились? Это очень важно. Для этого вы промазываете каждую доску? Да. Понятно. Мы следим, чтобы все было промазано клеем. В результате получается кипа из 16 досок, достаточно гибкая и готовая для превращения в раму. Для изготовления рамы рояля требуется сочетание аккуратных слаженных действий и настоящей грубой силы. В распоряжении рабочих всего 14 минут, пока не застыл клей, так что ошибаться тут нельзя. Каждый раз, когда он затягивает, вы все это немного подталкиваете, как будто старый корабль скрепит в море. Здесь практически ровно 90 градусов. Это требует сноровки. Изгиб, как у скрипичного ключа, это самая характерная особенность корпуса рояля. Здесь начинается трудная работа. Я как раз хотел спросить, на этой стадии есть опасность, что дерево треснет? Рама останется в таком состоянии на сутки, а потом ее отправят в помещение с климат-контролем для высыхания. Когда рама готова, можно приступить к изготовлению остальных 11 999 частей этого рояля. Дека внутри концертного рояля отвечает за его звучание, именно поэтому в Стэнвэе используется определенная порода дерева. Почему берется еловая древесина? У нее очень ровная структура, она прекрасно гнется и поэтому может вибрировать многократно. Эта вибрация и есть основная причина особенного звучания роялей Стэнвэй. Да, потому что дека – это и есть голос инструмента. Посмотрите, это готовая дека. Видите, насколько она эластична. Да, действительно. Она резонирует вверх и вниз синхронно со струнами и таким образом создается звук. Перед тем, как поместить деку внутрь инструмента, надо сделать два важных дополнения. Вставить распорки и... Очень важная деталь – перемычка. Она вставляется в специальное углубление в деке. Струны прикрепляются к перемычке. Когда они вибрируют, это передается перемычке и всей деке. На этом этапе изготовление инструмента становится настоящим искусством. Эта часть работы требует особого мастерства. Это, пожалуй, самая сложная часть работы, которая требует очень высокой квалификации. Здесь нужна особая точность, поскольку от нее будет зависеть качество звучания. Сейчас Хасан начинает сверлить отверстия для каждого штифта, с помощью которого будет прикрепляться перемычка. Хасан, вы сверлите такие точные отверстия под углом 15 градусов просто на глаз? Очень впечатляет. Здесь нужна твердая рука. Структура дерева может оказаться неоднородной, но опытный специалист это предусматривает, когда делает метки. Машина этого не делает, а искусственный мастер может. Он определяет такие неоднородности и учитывает их в своей работе. От деки зависит колебание струн и звучание инструмента. Но именно эта 130-килограммовая металлическая плита сдерживает силу натяжения струн. В самых больших концертных роялях каждая струна имеет силу натяжения 100 килограммов. В инструменте 230 струн. Таким образом, общая сила натяжения составляет 23 тонны. Да. Поэтому она и должна быть сделана из металла, иначе рояль разлетится от силы натяжения. Правильно, а то вместо концертного рояля получится маленькая пианино. Когда металлическая плита закреплена, можно приступать к струнам. Ко всем 230. Рядом со мной Бен Макинтош, специалист по установке струн. Здравствуйте, Бен. Здравствуйте. В левой руке я держу струны, которые, насколько я понимаю, для низких звуков. Я укладываю их таким образом. Правильно? Да. А потом следующее. Так. Меня предупредили, что нельзя прикасаться к металлической плите, чтобы не пачкать ее, оставляя отпечатки пальцев. Подцепить струны с этой стороны легко, а вот закрепить их на другом конце – это работа для мастера. У меня это не получится. Я не думаю, что Боб разрешил бы вам это делать. Сейчас Бен накручивает более толстые струны, предназначенные для низких звуков, на эти регуляторы. Обратите внимание, что они проходят над некоторыми тонкими струнами. Такое расположение струн запатентовано компанией Стэнвэй и называется «перекрестном». Эти струны проходят над этими, что способствует увеличению силы и улучшению качества звучания. Кроме того, это позволяет сконцентрировать струны на меньшем пространстве. Итак, у нас есть рама, дека, металлическая плита, струны и примерно еще тысяча других частей. Но не хватает одной, вполне очевидной вещи. Клавиатуры! Посмотрите! Итак, мы вынули 88 клавиш из концертного рояля. Что теперь, Лу? Мы должны добиться, чтобы молоточек ударил только один раз. Здесь много рычагов, благодаря которым вы можете механически очень быстро выбрасывать молоточек. Вам не надо, чтобы молоточек вернулся в прежнее состояние и ударил по струне второй раз. Тогда получится такой звук. Понятно. Надо, чтобы он ударил по струне только раз. Посмотрите на эти маленькие приспособления позади. Они предназначены для того, чтобы ловить молоточек на обратном пути. Видите, я нажимаю на клавишу, и вот что происходит с молоточком. Этот ограничитель его останавливает. Наш рояль выглядит как Стэнвей, но пока не звучит как он. С этого момента основным инструментом на фабрике становится человеческое ухо. Прошу обратить внимание, что к этой части производственного процесса мы с Лу не допускаемся. Этот этап называется настраиванием. Несколько профессиональных настройщиков занимаются настройкой инструмента. Сначала я просто слушаю, как звучит рояль, а потом регулирую струны с молоточками. Тимми Бекаробик обращает внимание на ноты, которые звучат слишком глухо или слишком звонко. Здесь ясно, звук отут глуховат, и поэтому я их помечаю. Чтобы изменить звучание, он должен изменить контур молоточка. Придется немного зачистить верхнюю часть молоточка. Очень похоже на то, как делают маникюр. Верно. Делать это надо очень осторожно. Лучше повторить несколько раз, чем испортить молоточек. Ясно. Спешка здесь не нужна. Вы делаете дырочки в войлоке, которым обтянут молоточек. Да. А для чего? Это понижает звук и делает его не таким высоким. Понятно. Теперь удар молоточка по струне будет смягчен. Итак, в вашем распоряжении пилочка и сшила. А что еще? Не забудьте о стероидах. Да, конечно. А для чего эта жидкость? Чтобы войлок затвердел? Да, это повысит звук. Долгий процесс обработки молоточков завершен. Впечатляющее зрелище. Теперь черед Уолли. Именно сейчас рояль становится настоящим Стэнвэем. Даже после всех многочисленных обработок и настроек ни один инструмент не покинет это помещение, пока им не займется мистер Уолли Бут. Не на месте. Постойте, что значит не на месте? Вы это можете определить просто ухом, без всяких приборов, без электроники? Да, просто ухом. Только ухо Уолли Бута? Точно. И как вы этого добились? Я занимаюсь этим уже 44 года. Понимаю, я долго шел к этому. Думали ли вы 44 года назад, что станете последним человеком, который прикоснется к клавиатуре? Нет, и после этого рояль станет Стэнвэем. Конечно, не думал. Приличный путь. Последние несколько лет я беру уроки музыки, и не может быть. Это так. Только последние годы? Да, что это значит? Вы ведь уже давно играете на фортепиано. Нет, только последние три года. Неужели? Да, я беру уроки каждую неделю. Ясно. У меня много инструментов для игры. Так что вы можете упражняться целый день. Только не говорите об этом моему боссу. Сыграйте что-нибудь. Сыграйте. 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 Сыграйте.